Добрый день, друзья! Сегодня в рубрике «Здоровый аквариум» хотелось бы вновь вернуться вот к этому моему аквариуму. Этому аквариуму исполнился сегодня ровно год, с момента запуска. И этот аквариум благодарил меня с введением криптокорина. Криптокорина зацвела в этом аквариуме не случайно. Я к этому шел давно. Давно хотелось заставить цвести. В этом нет, конечно, ничего необычного, в том, что растения зацвели в этом аквариуме. Но необычно здесь то, что в этом аквариуме все растения цветут. Нет буквально ни одного растения в этом аквариуме, которое бы не цвело. Я вам об этом уже не раз рассказывал. У меня есть десятки роликов на канале об этом аквариуме, о том, как цветут растения в этом аквариуме, о том, как хорошо чувствуют себя рыбы в этом аквариуме. Они здесь постоянно не листятся, но, естественно, мальков в этом аквариуме, в общем, получить не удается. У меня есть сейчас мальков, которые вывелись в соседнем аквариуме, выжили и сейчас там плавают самочка и самец из молодого поколения, из этого аквариума. То есть, жизнь в этом аквариуме бьет ключом. Почему я решил сегодня поговорить именно об этом аквариуме, не только потому, что этому аквариуму сегодня исполняется год, а еще хотелось бы затронуть такую важную тему. В последнее время в нашем интернете появилась такая тенденция, которая усиленно продвигается, особенно жителями нашей митрополии, что нормальный, по-настоящему красивый, хороший аквариум может быть создан только путем вложения огромных сумм денег в этот аквариум. То есть, по-хорошему, этот аквариум надо было бить от 1000 до 2000 долларов, и тогда этот аквариум был бы прекрасным, был бы шедевром. Но, хочу сказать вам, друзья, что я потратил на этот аквариум в 10 раз меньше средств, чем рекомендует интернет. Я, конечно, не против современных технологий, не против современных различных гаджетов и девайсов, но я здесь ухожусь всего лишь одним китайским фильтром за 7,5 тысяч рублей, плюс полтысячи стоит у меня... вылетел из головы таймер, итого 8 тысяч и плюс тысячи две, у меня здесь самодельный и колхозный светильник, не какой-то там навороченный. По современным понятиям, я сюда должен был бы поставить баллонную систему CO2, с какими-то итальянскими редукторами, это тысяч 10-12, должен был бы сюда поставить светильник за 12-15 тысяч, а то и 25 с рассветом заката, с закатом, с каким-то навороченными спектрами. Нужно было бы сюда поставить систему ОСПАСА, которая стоит также от 5 до 10 тысяч рублей, самая бюджетная, что-то сюда добавляет осматическую воду. К тому же, еще добавить сюда адовских удобрений, вносить их ежедневно. Чтобы вносить удобрения, нужны, конечно, какие-то тесты, нужно измерять количество этих удобрений, их уровень в аквариуме, и в общей сложности все это дело составит по минимуму от 70 до 100 тысяч рублей. Я же здесь обхожусь, как уже сказал, всего лишь 10 тысячами рублями. Ну, аквариум считать не будем, это само собой разумеется, у нас должен быть аквариум, и должно быть там какое-то наполнение. Давайте посмотрим, как светут растения в этом аквариуме, и посмотрим, каких успехов можно добиться простыми бюджетными средствами. Итак, перейдем к просмотру. Вот кустик Анубиса в подводной форме. Вот его листики. Вот Анубис. Вот Анубис. Как мы можем видеть, Анубис чувствует себя здесь вполне комфортно. Было время, когда у меня цивили Анубис и под водой в аквариуме. Так он выглядит сверху. Вот он, сам кустик Анубис. Полностью под водой. А вот кустик Анубиса в надводной форме. Он сейчас недавно отцвел. Я вообще считаю, что Анубис – это растение не столько аквариумное, сколько растение для полупогруженной формы, для репариумной формы, а не для аквариумной. В таком виде Анубис растет гораздо быстрее, листья у него крупнее, и в месяц он дает больше двух листиков. В отличие от водной формы, когда он в месяц максимум может дать 1-2 листа. Вот буцефаландра в полупогруженной форме. Практически почти вся под водой. Свери у меня буцефаландры и под водой. Ее корни сейчас опутаны мхами. Чувствует она себя здесь нормально. Кустится немножко, дает побеги боковые. Но давайте посмотрим, как чувствует себя буцефаландра в условиях более приближенных к естественным. Вот там, в зарослях папоротника, у меня растет буцефаландра в естественных условиях. На камнях, по которым течет вода, и цветет она непрерывно. Здесь она чувствует себя гораздо лучше, и условия больше приближены к естественным. Вот сейчас бутончик этой буцефаландры. Я вам уже показывал, как цветет эта буцефаландра. Повторюсь, здесь она цветет непрерывно. Очень интересно растет в этом аквариуме Людвигия Ред. Давайте посмотрим на него сверху. Здесь она растет полностью в эпихитной форме. Не образовала вот такой вот красивый пышный кустик с ярко-красными листьями. Людвигия Ред, в отличие от предыдущих двух растений, прекрасно может чувствовать себя и под водой. У меня есть и подводная форма этой Людвиги в других аквариумах, где она чувствует себя примерно так же. Но эта Людвигия интересна тем, что она растет без погружения корней в воду, а полностью в эпифитном состоянии. То есть, воду она получает из мхов, которые окружают ее стебель. Конечно же, это не природное состояние Людвигии. В природе она вряд ли растет в таких местах. Ну, почему бы и нет, возможно и так. Вот подводная форма криптокорина понти-дерево-листный. Растет она рядом с аномбиусом. Вот листики. Вот листик, вот листик. Чистенькие, свежие, хорошо развиты. Но в таком состоянии эта криптокорина никогда не зацветет. Хоть и устьик здесь довольно пышный, она дает отростки, отводки. Чувствуется здесь прекрасно. Свести в таком состоянии она никогда не будет. Вон там, между листьев анубиса, расположены листочки криптокорина. Как вы видите, все листики чистые, здоровые, сочные. И вот та же самая криптокорина в полупогруженной форме. В таком виде, в каком она должна расти в природе. В котором она растет в природе. Ее корни на 4 см погружены в воду аквариума. И сейчас мы видим цветок этой криптокорины. Вот это тут красный завиток и есть цветок криптокорина. Если его развернуть, то мы увидим желтую серединку этого цветка. Цветок очень красивый. И это не единственный цветок этой криптокорины. Вот здесь сбоку у нее есть еще один цветочек. Вот этот вот. Из грунта здесь кварцевый песок в перемешку с торфом. Как мы видим, криптокорина почти не заглублена. В таком состоянии она очень охотно цветет после посадки. Вот этот аквариум, у меня она зацвела на 11 месяц. А в принципе, она может свести на 6-12 месяц после посадки в такие условия, близкие к природным. Ну, вы видите, что здесь превосходно, очень пышно растет тайванский папоротник, различные мхи. Причем здесь они совершенно чистые и растут довольно быстро. И в этом очень вкусно. И в этом видео мы рассчитываем его объем. Криптокорина. Кіптокорина. Кияптокорина. Кіптокорина. Кому я игровую съемку и vino. Курино. Киюко. Субтитры сделал DimaTorzok Света в этом аквариуме также и гидрокатила Я уже показывал вам цветение гидрокатила в этом аквариуме И вот так вот выглядит рождественский мух в аквариуме, в воде Как вы можете видеть, никакой нитчатки, никаких обрастаний, никакого мусора Совершенно чистый, здоровый мух Осталось нам дождаться только цветение папоротника балбитиса Вот это будет номер Я хочу сказать, что стекла в этом аквариуме не обрастают Ни ксенококусом, ни какой-нибудь другой дрянью В этом аквариуме также нет засилья каких-либо водорослей Как вы сами можете видеть, аквариум довольно чистенький Дедушкин аквариум Вот так вот выглядит Без всяких плясок с бубном До сегодняшнего дня До съемок этого фильма я считал, что креветки в этом аквариуме не выживают Ну вот мы с вами видим ниокоридину Ниокоридина выплазла на свет После того, как я убрал из этого аквариума Всех линиатусов Линиатусы гоняли креветок И вот очень странно, что креветка в этом аквариуме умудрилась выжить Несмотря, что здесь очень долго жили Большое количество хищных рыб, которые охотятся за креветками очень активно Ну вот, как мы видим, даже креветка умудряется спокойно выживать в этом аквариуме И креветку не пугает наличие таких рыб, как пантадоны Пантадоны как раз питаются креветками и насекомыми, которые падают в воду Которые пролетают над поверхностью воды Вот он, этот хищник Пантадончик Рыба-бабочка А вот сидит креветка Ниокоридинка Итак, друзья, вы видели, как может выглядеть бюджетный аквариум Как нормально могут чувствовать себя в нем обитатели В настоящее время стало плохим тоном говорить о бюджетных аквариумах И аквариум бюджетный сейчас стало словом ругатанным Это совковый аквариум, дедушкин аквариум Это что-то в понимании большинства аквариумистов Лампочка Ильича Вода не сменяема месяцами И криптокарины с меченосцами внутри Но это далеко не так Сейчас стало модно мериться у кого толще У кого навороченный светильник У кого дороже дозатор удобрений И у кого система осмоса или CO2 лучше Итальянская, адовская Но можно обойтись без всего этого, как вы видите Дело в том, что в погоне за современными девайсами За современным дорогим оборудованием Мы часто забываем о самом аквариуме О том, что его обитателям нужно создать подходящие условия И мы стремимся все переручить современному оборудованию Только нажимая кнопки и аквариум будет работать Это далеко не так, друзья Нужно внимательно изучать особенности ваших растений Особенности ваших обитателей аквариума Рыб, креветок, раков И создавать им такие условия Которые существуют до них в природе По крайней мере стремиться создать такие условия Близкие к природным Тогда аквариум у вас будет сам прекрасно развиваться Без всяких дорогих девайсов Без всяких удобрений Как вы видите, я в этом аквариуме не применяю совсем никаких удобрений Не применяю очень дорогих девайсов Но в то же время не отказываюсь от таких современных гаджетов Как внешний фильтр, например Так что, друзья, давайте в погоне за современными девайсами Не забывать о самом аквариуме, о его обитателях И стараться больше изучать особенности ваших обитателей И больше выделять им внимания На этом все, друзья До свидания, всем пока До новых видео Субтитры сделал DimaTorzok